В Новошахтинском технологическом техникуме прошел конкурс «Всё умею». В нем приняли участие учащиеся девятых классов из шести школ города. Ехали на конкурс ребята неохотно, ожидая скучное мероприятие по профориентации. И были удивлены, когда им дали в руки инструменты и попросили выполнить задание. Например, собрать вот такого забавного человечка из сантехнических труб. Уважающий из себя мужчина, хозяин дома, не будет вызывать сантехника, а сделает всё сам. Очень полезный навык. Как и умение подсоединить лампочку. Задание вроде бы несложное, но этим мальчишкам пока дома не доверяли такую работу. Ну, я должен провести провода, чтобы загорелась. В итоге должна загореться лампочка. Сложное задание для тебя? Ну, я первый раз это делаю, если честно. Я ещё до этого не ел, поэтому да, сложно. Такое задание ещё ни разу не выполнял. А вообще приходилось в жизни сталкиваться с электричеством? Да. Я дома проводил проводку и ходил на кружок по радиомоделированию. Организаторы этой площадки схитрили и подсунули ребятам несуществующий провод. А пусть разбираются. На этой площадке готовятся к балу. Конкурсное задание – это изготовление нарядного платья методом наколки. То есть в течение полутора часов они должны на манекене наколоть платье и придумать какое-нибудь украшение, ну, задекорировать его. Модель они сами выбирают? Сами, да. То есть есть задание, что это нарядное платье, а остальное как бы и фантазия, и свои умения. Мы привыкли, что самые звёздные модельеры мира – мужчины. И всё же непривычно видеть парней с булавками в руках. Приятно мне этим заниматься. А вот дома, в быту, там, вот себе что-то… Ну, да, шью. Что ты делаешь? Ну, могу там пошить себе, там, дырку зашить или ещё что-нибудь, замочек перешить. Умеешь? Ну, да. Современные девчонки прекрасно разбираются в макияже, поэтому с удовольствием принялись выполнять задание на лицах предоставленных моделей. Задание – офисный макияж. А вообще, как нам показали на примере, мне не очень нравится, потому что всё же я его представляю более натуральным и незаметным. Потому что в самой теме, когда огласили, сказали, что дневной макияж, поэтому изначально я думала, как исполнить дневной макияж, а оказалось офисным. В соседней мастерской тоже готовятся к балу. На этот раз девчонки усердно плетут косы и накручивают локоны. Это обязательное условие задания. Но полёт фантазии никто не отменял. Наоборот, могут и баллы добавить. Так что прически получатся все разные. А в этой аудитории идёт сборка компьютера. Произвести полную разборку и сборку персонального компьютера. Потом, соответственно, подключить его и дальше произвести настройки биос. Для того, чтобы удостовериться, что всё правильно, всё работает, всё хорошо. Есть, конечно, трудности. Это же не каждый день делается. Тут нужны определённые знания. Поэтому я думаю, что у них всё получится. Преподаватель даёт нам интервью, а сам зорким глазом замечает возникшую проблему. Решил дать бонус. Объяснил, как сделать. Для того, чтобы эта корзина для русского диска встала правильно, как положено, у неё вот здесь вот две направляющие. Соответственно, эти направляющие должны попасть в ответную часть. И тогда она просто вот одевается и всё. И так учатся двумя боками. И опять, полезное же знание. Даже если собирать и разбирать компьютер, приходится не каждый день. Ну, можно на этом деньги зарабатывать. Собирать, разбирать компьютеры людям, которые в этом не разбираются. И если предыдущие компетенции делились, где мальчики, а где девочки, то почтовую связь решили освоить и те, и другие. Современные дети, правда, уже не пишут письма и не подписывают конверты. И тем не менее. Они заполняют конверт обычного простого письма. Во втором задании они будут как клиентам работать, так и операторам. Клиентам они будут упаковывать посылку. Что можно, что нельзя, чтобы не было шороха никакой посылочки. И потом они её просто будут опечатывать, наклеивать ярлычок формы 7. Адресный ярлычок нашей посылочки. И всё задание, в принципе, будет выполнено. За выполнением задания внимательно следит представитель Почты России. Я вижу, что детям достаточно легко выполнять задания. Проводим игры достаточно часто. Мы таким образом знакомим со специальностями, с профессиями, которые у нас есть в Почте России. И привлекаем кадры. Вот такой интересный конкурс придумали в технологическом техникуме, преследуя одну цель. Ну, конечно же, это в первую очередь ранняя профориентация ребят, школьников. И, конечно же, мы хотим получить мотивированных выпускников школ и абитуриентов наших, для того, чтобы, придя уже, выбрав профессию, они уже это сделали осознанно и действительно уже строили свою карьеру, начиная уже с профориентации, начиная уже, понимая уже с 9 класса, с 8 класса, о том, кем они хотят быть. И в дальнейшем построили успешную карьеру. Когда мы готовились к конкурсу, мы анализировали и смотрели прошлогодние заявки, прошлогодние фотографии и увидели о том, что действительно ребята, человек, наверное, 5 или 6, которые принимали участие именно в конкурсе «Все умею», теперь наши первокурсники. И это очень здорово. Спасибо.